Дмитрий Сафонов старший в отделе растениеводства. Раньше цветами не занимался, но быстро всему научился. Признается, что душа радуется, когда видит результаты работы. Конечно радует, когда трудишься, делаешь. Вам было бы желание, если есть желание. Но остальное все вырастет. Работают за решеткой за деньги, однако только часть их капает на счет. Большая часть уходит на содержание самих осужденных. Кто-то выплачивает компенсации по решению суда. Но деньги здесь не главное. Такая работа помогает не забыть, что за пределами зоны есть жизнь. Есть животноводческое хозяйство, есть сельхозный участок, птицы, кролики, гуси, утки, птицы. Помимо этого производства у нас еще есть производство муки, разлив воды, минералка, автосервис. Изготовлены железобетонные изделия. То есть производство разного типа. Это одна из форм трудового воспитания. В данном случае, я думаю, что и самим осужденным это гораздо более приятно, нежели какая-либо другая работа. Я думаю, они выполняют данную работу с удовольствием, получают в том числе эстетическое, духовное, так скажем, наслаждение от выполнения ими данной работы и видят результат своего труда. Тюльпанами в 10-й справительной колонии занимаются уже второй год. В прошлом году работала только одна теплица, сейчас уже три. Это позволило посадить 75 тысяч луковиц. Цветы в основном пойдут на продажу, ну а 8 марта тюльпаны получат в подарок женщины в погонах. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Спасибо.